Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Epic New One Guy, и сегодня у нас необычное видео. Это обзор и распаковка фигурки персонажа Роуз Хип из аниме Girls and Panzer, или как у нас, Девушки и Танки. Ну, собственно, начнём с первого. Я на ютубе не шибко много нашёл роликов по тому, как люди заказывают фигурки с сайта Пла Моя. Я вам ссылки все приведу в описании, в частности, на фигурку. Конечно, обзоры на ютубе на этот сайт есть, но русскоязычных я явно не нашёл, возможно, плохих искал. Но в любом случае, для меня это первый опыт, и поэтому я хочу поделиться им с вами. Сразу скажу, этот опыт удачен, иначе этого видеоролика не было бы, хотя если бы был неудачен, и он был бы, чтобы вас предупредить. Но сейчас не об этом. В общем, сайт очень удобный, я вам честно скажу. На нём даже представлена некая русская аудитория, так сказать, именно в плане комментариев. Кстати, русских комментариев там достаточно немало. И по всему миру сайт работает очень успешно, и сами доставки доставляют. Что хочется отметить по поводу ещё раз сайта, это достаточно приемлемые цены, как я посмотрел лично, если сравнивать с какими-то другими сайтами, которые, на мой взгляд, были рекомендованы мне лично, но непонятны. И этот сайт я чисто случайно нашёл, так как хотел именно эту фигурку. И мне вот поисковик выдал этот сайт. Собственно, на нём есть некая русскоязычная локализация. Потом, что ещё хочется отметить, создание профиля там вполне простое, никаких заморочек, подтверждений. Единственное, конечно, вам придётся создать Paypal, но мне кажется, что в наше время уже Paypal создать не так-то сложно. Цены там сразу для удобства вам представлены в рублях в переводе. Возможно, не по самому удачному курсу, но в любом случае вы сможете уже примерно оценить стоимость. По крайней мере, как я понял, там всё оценивается по курсу, который, ну, общий, международный. Я уж в бирже не разбираюсь, как там этот курс, но, по крайней мере, меня всё устроило. Доставка на сайте предоставляется в нескольких видах. Это всякие сал, это какая-то почта, именно такая дешёвая аэропорта. Есть зарегистрированный вид, есть незарегистрированный, есть ещё какие-то виды. Есть, полагаю, самый дорогой, как я понял, это EMS. Сейчас наша почта, ну, это не то, что почта такая хорошая, она с курьерской доставкой, и это типичная почта России. Что по этому поводу хочу сказать, если будете заказывать EMS, другие виды почты я не тестировал, поэтому за них говорить не буду. Что по поводу EMS? Она, как я понял, самая дорогая, это, конечно, её минус. Что вы получаете за неё? Вы получаете возможность курьерской доставки на территории России. Я заказывал Москву, мне курьер не доставил, но мог доставить. Вы, разумеется, получаете трек-номер отслеживания. Сперва вы отслеживаете, вам приходится трек-номер на почту. Вы отслеживаете сначала на территории Японии, там, понятно, в принципе, у них проблем никаких нет. А дальше вам этот трек-номер, вы можете его дальше вводить на японском сайте и отслеживаете посылку. Но там уже на территории России могут быть небольшие неточности, и уже этот трек-номер надо вводить на официальный сайт Почты России во вкладке «Отслеживание посылок EMS». Хотя у них там, вроде, это общая вкладка. Ну и там, соответственно, моя посылка, когда приобрела уже статус «Передан на курьеру», курьер, понятно, мне ничего не позвонил, не было. Это не совсем минус был, потому что после того, как я уже сам лично позаботился о посылке, то есть решил позвонить себе, спросить, в чём дело, почему передан на курьеру, а он не приехал. С того момента прошло 3 часа, и это уже было где-то 7 часов вечера. Мне сказали, что у курьера закончился рабочий день. Поэтому, когда вы увидите статус, что ваша посылка готова к передаче курьеру или уже передана, советую вам на всякий случай позвонить на службу, на линию, и узнать о состоянии посылки, будет ли вам звонить курьер или нет. Потому что я теперь не готов ручаться в том, что курьер до вас 100% доедет. И поэтому, когда я общался с девушкой на линии, кстати, оператор был достаточно вежлив со мной, и мы быстро решили всё организовать самовывозом на следующий день. Отделение работало круглосуточно, поэтому мне пришлось поехать в субботу, слава богу, были пары, и я не просто так съездил и забрал. Ну а дальше вы можете наблюдать то, как японцы пакуют посылки. Это всё не наши почтовые службы, вы за это не платите, вы, соответственно, вкладываете это в стоимость фигурки, в любом случае, я так полагаю. Ну и, как видите, запаковано всё хорошо. На сайте, кстати, что очень хорошо представлены, такие же фотографии того, как они всё пакуют. То есть это стандартная картонная коробка, дальше напихивают туда такую картонную бумажку, не сильно плотную, но достаточно упругую, чтобы посылка именно изделия внутри не переживала какие-то сильные деформации и не болталась. Ну и также дополнительно сама коробка из-под фигурки упакована в пупырчатую плёночку, достаточно плотно, она ещё заклеена скотчем. И эта пупырчатая плёнка, она очень, на самом деле, маленькая, именно сами пупырки, что не позволяет их лопать вам, к сожалению. Но очень они частые, и это, опять же, придаёт более большое спокойствие за саму коробку, фигурку. То есть до вас доедет, не переживайте, если уж какие-то очень плохие вещи не происходят на доставке. Ну а теперь переходим непосредственно к распаковке. Поскольку это моя первая распаковка, на самом деле я был очень приятно удивлён, ну, тому, как само всё было запаковано. В общем, вот так выглядит фигурка самой коробки. Фирма Кадабуки явно постаралась очень. Я, кстати, был удивлён ещё масштабу 1 к 7 на фотографиях дальше или в начале ролика. Я сравнение приведу обязательно. То есть глянцевая упаковка, печать, всё просто шикарно. На мою камеру, к сожалению, эта передача в полной мере нереальна. Но сразу видно, что качество японское. Кстати, вот приведён кадр из фильма, так сказать. Я, на самом деле, не очень помню, был он там или нет, но, судя по графике, он там был. Ну, или, по крайней мере, сделали специально, как раз таки, для фигурки. Очень удачно они сделали само смотровое окно, то есть, ну, максимально сделали всё для того, чтобы человек захотел это приобрести. То есть, нормальный товарный вид. Ещё приятный тона цветов, розовый, тематический такой персонаж, как раз таки, с эблемой святой галорианы и так далее. Упаковка запакована, собственно, поверхностно клеем. Ну, не клеем, а этим скотчем. Таким круглым. У нас, конечно, не часто где используются, но вот в Японии используют. И достаточно удобно его просто ножичком канцелярским удалить, порезать, вернее. И всё, можете открывать коробку. Стекло, слава богу, этот пластиковое сверху окно, оно не падает, то есть, приклеено. Мусор не будет разводиться. Легко боковые части коробочки отодвигаются в стороны, так сказать, отгибаются. И, собственно, можно достать саму фигурку. Совершенно спокойно и аккуратно, что я и сделал, собственно. Внутри коробки нас особо ничего интересного не ожидает, но всё равно стоит отметить то, что уделили фон... Уделили внимание фону коробки, внутреннему. То есть, это, так сказать, та самая локация, которую мы видели сбоку на кадре. Вот, она присутствует, собственно, и в коробке. То есть, её можно при желании вытащить и даже использовать, поставить, собственно, на полку, если вы уж пожелаете. Ну, я её просто решила дожить в сторону. Ну, непосредственно о том, как сама упакована фигурка. Внизу, кстати, тут был листок. Я, на самом деле, удивился, когда его увидел. Приклеенный тоже. То есть, ничего не болтается, всё аккуратно приклеено. И, главное, и не намертво, и так, чтобы ничего не потерялось. Исток это с некой инструкцией, вам сразу скажу. Сейчас. Кстати, и он, в том числе, упакован в пакетик, который тоже заклеен. Что очень приятно, опять отмечу. То есть, когда вы будете думать, за что вы платите, вы будете это понимать, поверьте. Вот, я сначала не понимал, в принципе, да, качество самой фигурки, но чтобы настолько и упаковано. Вот сама инструкция, она небольшая, это даже инструкцию сложно, в принципе, назвать, но полагаю, что это именно она и есть. То есть, тут как крепится, собственно, фигурка о том, что антенна, полагаю, ну, может гнуться немного именно, её острее. И, как вставить, собственно, из деталей, это вот чашка с чаем и, собственно, тарелочка. Ну, не слишком много интересного в ней, но на всякий случай будете знать. Ну, теперь переходим непосредственно к самой фигурке. Я тут вначале, конечно, вот так всё выглядит, запаковано, опять ничего не отваливается. Попытался её раскрыть. Ну, думаю, что уж здесь-то скотча пожалели, может, просто она в пазы вставлена, начал тянуть. Но, как всегда, всем советую, когда что-то с приложением силы не получается, лучше, да, вот я указываю на скотч, который вначале не заметил, лучше осмотрите изделие, которое нужно распаковать. И заметите, что, возможно, что-то где-то держит. Вот, ну, здесь с двух сторон скотч, с другой стороны он тоже был, но, в принципе, я предпочёл с одной стороны срезать эти две штучки. На всякий случай, мало ли, не увидел он прозрачный, я решил провести посильнее. Ну, и, собственно, эта упаковка, она совершенно спокойно разделяется. Немного просто приложить усилия, не переживайте, ничего не сломаете. Конечно, я переживал всё-таки, моя первая фигурка именно при вековом из Японии. Первую, которую Муги вы видите на экране, она у меня подаренная, за что тоже большое спасибо. Ну, и, собственно, здесь сначала решил пойти по мелочи, достать чашку, но она тоже оказалась под неким скотчем-целлофаном. Ну, собственно, целлофан закрывал, чтобы она не выпала, и он был приклеен на скотч. Тут я его пытаюсь оторвать. Опять же, ещё раз отмечу о том, что упаковано всё просто превосходно. То есть, при транспортировке коробки, я вам вначале, по идее, приведу фотографии о том, как это упаковано. То есть, даже при тряске коробки, там, в небольшом её пинании, так сказать, в самой голой, без упаковки, там, ничего не выпутит. Там, ну, даже если помнётся, то, как бы, вся коробка принято на себя удары, это именно пустоты. Они, как бы, прогнутся немного, но до самых важных вещей вряд ли дойдут. Ну, собственно, здесь вы можете наблюдать эту крышу башни, так как Crusader Mark III. Собственно, он практически каноничен. Я посмотрел, ну, может быть, антенна немного несоизмерима с реальными размерами, но в целом выглядит, конечно, классно. Как раз-таки, вот, я решил распаковать фигурку, она тоже вся, видите, обёрнута, рука отдельно в отдельный пакетик уложена. Потому что, ну, не хватило упаковки основной, которую я сейчас распаковываю, чтобы запаковать руку. То есть, эти мелочи к деталям, они такие, на самом деле, важные и приятные. Поэтому фигурка, она, в принципе, на чистой поверхности не слишком устойчива, но на поверхность, которая такая, как раз-таки, как поверхность танка под скосом и просто обрывающаяся, её, в принципе, туда можно посадить. Ну, здесь я перехожу к крыше корпуса танка, получается. Хочу отметить, на камеру, возможно, не очень хорошо передаётся, что по краям вот этой пластины левой, на которой, получается, пять болтов, на ней по краям есть такой налёт грязи после боя. И особенно его хорошо видно, вот он полностью на правой пластине, с эмблемой его видно. Это, на самом деле, придаёт шарма, то есть, не просто какая-то фигня. Как раз-таки показываю антенну, то, что она немножко гнётся, спокойно не сломаете. То есть, сама пластина по виду сборная, возможно, она склеена, возможно, просто как-то вставлена в пазы. Я не проверял, можно её разобрать или нет, но она вполне хорошо держится, и даже под небольшими нагрузками всё выдерживает. Ну, собственно, здесь сервиз уже пошёл, сама чашка с выплёскивающимся чаем, именно шиповником, полагаю, по фильму. Ну, на самом деле, очень хорошая пропечатка, то есть, сервиз прям действительно не кажется каким-то фальшивым. Такая, некий глянец, который прям намекает на то, что это изделие такое фарфоровое или керамическое, ну, скорее всего, керамика. Но, в любом случае, уделили вниманию Кадабуке этому. Хочу отметить то, что ещё на чашке этот чай, он сам не твёрдый, он такой прорезиненный, то есть, он не сломается. Я пытался вставить чашку в блюдце, так оно не встаёт в паз, но, в принципе, если поставить их, то они совершенно спокойно встают на ровной поверхности, и это можно отдельно поставить, если вы пожелаете, конечно. Собственно, сама фигурка, очень классная, ну, это не передать словами. Отличная пропечатка лица, пожалуй, это самое сложное и главное, что у китайцев, возможно, не очень хорошо получается. Заусенцев на фигурке не замечено. Вся фигурка выполнена из этого материала ПВЦ, я полагаю, это он или что это, я ещё в этом пока не разобрался, но волосы немного прорезинены, то есть, они не ломаются. На юбке виден этот паз, он, конечно, не слишком красив, если отдельно учитывать фигурку, но, как бы, вы же её посадите на эту именно крышу танка, и, как бы, вы его не будете видеть. Особенно хочется отметить, глянцевый сапог, это, конечно, придаёт шарму и необычности, то есть, фигурка такая ещё не монотонная, а переливающаяся в этом плане. Ну, что хочется отметить по поводу цветовой палитры, выполнена она полностью достойно, начиная от человеческих тонов, волосы, цвет кожи, в том числе и одежда, всё соответствует действительности, как, собственно, в самом фильме, именно той части, где присутствовала у нас Роуз Хип, ну и, полагаю, как и в самом аниме, которое состояло из серий. Здесь я как раз-таки пытаюсь вставить в паз небольшой зазор, который предусмотрен под тарелку. Понятно, что он выполнил так, чтобы тарелочка вставала с натягом, поэтому его нужно немножко отогнуть и вставить с усилием, за что я переживал, но, в принципе, на самом деле переживать нечего, потому что этот материал, он такой полурезинистый, и спокойно может немного гнуться. Ну, собственно, тарелку я саму вставил, и как раз-таки теперь приступал уже к чашке. Вот за чашку я больше всего переживал, получается, там паз не так сильно отогнут, так сказать, потому что там, скорее, вопрос в том, чтобы вставить в палец, не под усилием, а потому что, ну, ручка кружки, она выполнена в форме некого отверстия, понятно, и его зажимать, в принципе, не обязательно, надо просто его вставить, а уже там поддерживающие элементы руки будут её держать. Ну, собственно, я это вставляю, и выглядит это, ну, просто превосходно. Ну, и заодно привожу вам сравнение масштаба фигурки Роузхип 1 к 7, которая является как раз-таки у нас здесь, и 1 к 8 это фигурка Муги. На самом деле я был приятно удивлён масштабом 1 к 7, он позволяет неплохо проводить детализацию, что очень приятно и красиво смотрится на полочке. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...